Это безобразие. Возмутительно. Да сколько можно? Я буду жаловаться. Накипело. Рубрика, где обсуждаем самое наболевшее и накипевшее. Накипело на радио Камчатка. Слушайте на 105 и 5 FM. Здравствуйте. 12.07 на Камчатском полуострове. Рубрика «Накипело» на радио Камчатка. У микрофона Анастасия Островская. За эфирным пультом мой соведущий Александр Степаненко. И неспроста именно эта рубрика залетает сегодня в эфир, потому что обсуждать мы будем Елизово, где жизнь буквально бурлит и кипит. А вести из соседнего городка нам привез временно исполняющий полномочия главы города Елизова и председателя совета депутатов Леонид Багратион. Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Добрый день. Нам известно, что сегодня прошло судебное заседание по вопросу обновленного положения о контрольно-счетной палате, с которым категорично не согласилась контрольно-счетная палата, попытавшись оспорить с судей. Сегодня прошло это заседание, и вы уже готовы нам озвучить его результаты. Да, ну смотрите, это был такой затянувшийся процесс. Мы еще более полугода назад приняли, разработали и приняли положение о контрольно-счетной палате, которое регламентирует определенные механизмы, как взаимодействует контрольно-счетная палата с собранием депутатов, как определенные процедуры происходят. И вот сегодня мы достигли финального решения, когда суд признал. Знаете, я вот так скажу, не вопрос победы, не потому что кто-то победил, а суд признал, что положение было разработано в соответствии с федеральным законодательством. Оно полностью соответствует всем процессуальным моментам по принятию, как бы, и абсолютно законно. Вот что самое главное. В чем был камень преткновения? Почему КСП не согласилась с этим положением? Вы знаете, вероятно, я так скажем, предположу, что положение, которое мы приняли, оно ведь расширяет определенные полномочия собрания депутатов. Я вот подчеркну, прям, знаете, вот поставлю акцент, вот прошу особое внимание этому обратить. Не потому что это расширяет чьи-то, чьи-то там группы, да, интересы, главы, например, или временно исполняющего полномочия, ну, какого-то должностного лица. Расширяет полномочия именно органов целом, да. Большинство депутатов собираются, 11 депутатов, и принимают решение. Вот о чем я говорю, что в рамках представительного органа, и если, да, для того, чтобы для понимания, вообще в чем там была, как бы, история. В частности, новое положение более четко регламентировало порядок снятия назначения председателя контрольно-счетной палаты, аудиторов, ну, фактически его заместителей. Был проработан более жестко порядок внесения предложений со стороны собрания депутатов в план работы контрольно-счетной палаты. Были убраны определенные архаичные моменты, связанные там, да, например, с ношением в форменной одежде. Были проработаны определенные вопросы с исполняющим обязанности. Я, опять же, для объективности, например, суд постановил один элемент все-таки убрать из первоначального проекта. Этот элемент касался подотчетности о расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества. Хотя мы ссылались, что в статье 20-й 6-го федерального закона КСП четко прописана эта форма, и мне до сих пор непонятна эта позиция, почему все же суд решил, что подотчетность противоречит независимости, да, принципу независимости, на которую изначально контрольно-счетная палата ссылалась в первоначальных судах. Хотя, помимо независимости, в той же статье есть еще и открытость, есть еще и принцип гласности. Вот почему эти принципы не были рассмотрены. Ну, не секрет, что противостояние депутатского корпуса и контрольно-счетная палата уже не первый год длится. Я сама лично делала не один материал на эту тему, еще с 2022 года, сми изменяет память. Давайте напомним вашим радиослушателям и зрителям, с чего вообще все началось и почему оно существует. Вы знаете, ну, любой конфликт, наверное, начинается все-таки с недоверия. Начинается с того, что элементы, находящиеся в системе, перестают выполнять тот функционал, который у них изначально заложен. Это кратко, чтобы в демагогию не вдаваться. Вот есть некая формула местного самоуправления, такая абстрактная общая формула, да, но мы говорим о самом-самом фундаменте, без более подробных разграничений, где есть представительный орган, да, это аналог законодательной власти, собрание депутатов, который должен разрабатывать стратегию, чего мы хотим добиться. У нас есть аналог исполнительной ветви, это администрация, да, который должен заниматься тактическими вопросами, как мы будем реализовывать стратегию, разработанную представительным органом. И есть, ну, я, конечно, не совсем аналог судебной ветви, скорее аналог контрольно-надзорной, да, собственно, контрольно-счетный орган, который контролирует результаты, промежуточные результаты, результаты распределения этих бюджетных средств, в принципе, чтобы бюджетный процесс происходил прозрачно, само проходил легитимно, о том, чтобы результаты были не с точки зрения формального заполнения процентных соотношений, да, указанных там в бюджетных смете, а с точки зрения именно эффективности этой реализации, да, с каждым разом повышая планку. И когда говорим мы о том, что вот в этой системе эти элементы взаимодействуют, если бы сюда прибавили еще уважение между этими элементами, да, мы бы получили неплохой фундамент для того, чтобы говорить, что бы между ними завязалось доверие. А доверие – это уже принцип развития, который нам стремится к достижению нашей общей цели. Цель-то одна, цель – это благосостояние граждан. И что будет, когда элементы начинают брать на себя чужие функции, начинают выходить из этой системы, как-то, знаете, там, по собственному усмотрению, система деформируется. Вот в чем корень первоначальной конфликта. Как сейчас будут строиться ваши рабочие отношения? Будете работать по новому положению или все-таки продолжатся судебные тяжбы? Как КСП отреагировало на решение суда? Ну, я вам первое скажу, судебная тяжба была инициирована не нами, то есть это контрольная счетная палата выступала истцом, мы были только ответчиками. Положение действует уже практически вот около полугода, оно было принято, и его никто так и не смог оспорить. То есть в судебном процессе было просто доказано законность его принятия. И это, кстати говоря, знаете, скорее я бы обратился к тем депутатам, которые изначально голосовали против этого проекта. Обратился бы вот с такой позиции, вот что в нем было не так? Почему против? Вот где подводные камни, вот та самая история, с которой я вот начал, акцентировал внимание, что это не расширение полномочий одного должностного лица, а расширение полномочий всего органа. Вот где спрятаны эти подводные камни? Где были спрятаны подводные камни регламента собрания депутатов? Их нету. Вот поэтому они на сегодняшний день и не находятся. Какое будет дальнейшее будущее наших взаимоотношений, мне, конечно, честно говоря, неизвестно, не могу сказать с уверенностью, но я очень надеюсь, что элементы в системе будут заниматься тем, чем они должны. Смотрите, если полистать новостные ленты за последние несколько лет, то можно увидеть, что Елизовская администрация и Совет депутатов прям славятся всякими скандальными историями. В связи с этим вопрос, конечно же, у меня и у радиослушателей. Вас хватает времени заниматься проблемами людей? Ну вот, к сожалению, этого времени могло бы быть и побольше. Но здесь, опять же, знаете, что значит заниматься проблемами людей? Вот у нас есть четкий функционал. Мы вот как эти проблемы будем решать? Мы разрабатываем стратегию. Ну, фактически. Вот нам приходят какие-то обращения. Да, мы можем обратиться в различные органы. Да, можем инициировать различные процедуры в рамках устава Елизовского городского поселения. Но фактическое их решение, да, определить, что, например, вот эта дорога все-таки будет сделана. Ведь крайнее слово здесь получается в данном случае за администрацией. Поэтому все такое, знаете, философский в некотором роде вопрос, как бы. Но хотелось бы, чтобы времени для занятия все-таки с обращением было побольше. За эфиром вы упоминали некое депутатское расследование. О чем речь? Ох, депутат, что вы вспомнили. Депутатское расследование. Это еще в конце 23-го года мы его инициировали. И я вам скажу, что суд признал депутатское расследование незаконным. То есть собрание депутатов инициировал. Я был один из участников этого процесса. Суд сказал, что он незаконный. Почему? Потому что у нас не было проработано регламента. Не было нормативной базы, в рамках которой мы его проводили. То есть была ссылка в регламенте, мол, ну, есть социально-экономические там эффекты. И вот так вот плавающе. Подождите, что за расследование? Я сейчас вам подробно расскажу. Я просто, знаете, от чего начал и какую мысль хотел подчеркнуть? Что как раз в рамках отсутствия вот этой нормативной базы мы позже приняли регламент собрания депутатов, где целую главу посвятили вот этим вот нормам. Не потому, что мы заложили туда подводные камни, а потому, что нам суд рекомендовал. И это, понимаете, причинно-следственная связь. А само депутатское расследование было тогда инициировано очень по-простому вопросу, который на самом деле на сегодняшний день так и не нашел своего ответа, к сожалению. Хотя неоднократно задавался и на сессиях, и в судебных процессах я его упоминал. У нас в Елизовском районе есть две схожие организации, учреждения. КСП Елизова города и КСП района. При примерно схожих базовых параметрах, а я говорю сегодня, например, о штатных единицах, в районе там, если не ошибаюсь, на два сотрудника больше. Примерно одинаковые базовые параметры финансирования. У нас на ЕГП выделяется 32,5 миллиона, на район около 37, а в Петропавловске около 35. Да, уже представляете соизмеренность территории. Где Елизово, где Елизовский район и где в Петропавловском участке городской округ. Примерно одинаковые. Суммы-то все одинаковые. И мы смотрим на конечные результаты, я говорю о тех цифрах, которые выложены в отчетах в открытом доступе у контрольно-счетных палат. Смотря на эти цифры, это объем, например, исследования бюджетных средств. И мы видим, что в ЕГП это объем 250-22 год, в 23-м это там около полумиллиона. И мы смотрим на тот же объем исследованных средств в районе, где он достигает почти 12 миллиардов. Я могу предположить, у них нет унифицированной формы отчетов. Я могу предположить, что там общая сумма и бюджетных, и финансовых активов исследована. Но даже складывая здесь бюджетные финансовые активы, мы получаем сумму в районе 6-7 миллиардов против вот этих 12-13, в два раза разница. Так почему тогда финансирование одинаковое? Вот в чем был ключевой вопрос. А это точно эффективное расходование бюджетных средств? В итоге вы ни к чему не пришли. Ну депутатское расследование прикрыли, на наше обращение ничего не ответили. Вот мы сегодня добились только того понимания, что у нас принято положение. И, кстати говоря, тот как раз, та поправка, я сейчас о ней упоминал, да, отчет о расходовании бюджетных средств, она вот, к сожалению, не прошла. Был еще такой скандал громкий, связанный с КСП, оскорбление на сессии. Там чем-то закончилась история? Ну здесь, знаете, здесь, наверное, еще преждевременно говорить. Насколько вот по памяти мне известно, это у Бережного и председателя контроля на счетной палаты состоится суд 13-го числа. Это будет апелляция об обжаловании решения Следственного комитета. Там знаете, в чем загвоздка вышла? Следственный комитет утверждает, что депутат в рамках сессионного производства не является должностным лицом. Мы задаем вопросы, говорим, хорошо, предположим, но почему тогда он признается муниципальной должностью? Для чего тогда недолжностному лицу подавать декларации в отдел губернатора, да, антикоррупционный при губернаторе? Для чего каждый год ездят депутаты, пишут справки о том, что расходы не превышают доходы? Почему идут те судебные процессы, которые мы отслеживаем, если это все недолжностные лица? А кто? Просто граждане делегированные? Давайте напомним суть конфликта. Когда это произошло и в чем замес? Там была суть конфликта, что как раз при решении, по-моему, если не ошибаюсь, там как раз вопрос контрольной счетной палаты был и связан. И председатель контрольной счетной палаты позволил себе оскорбить депутата во время сессии, обозвав его, ну, нецензурно обозвав, я не буду, конечно, повторяться. Это недопустимо. Это фактически давление. То есть депутат во время своего принятия решения, да, волеизъявления по вопросу, связанному как раз таки с данным органом, слышит свой адрес оскорбления, но к чему это как бы было? Это мы, понимаете, видим ту верхушку Айльберга открытую. А что тогда может происходить, ну, там, скажем, за день, да, вечером той же сессии? Какие-то звонки, может быть, тоже подобного рода давление? Я знаю, что вы хотели еще что-то добавить в рамках этого эфира по поводу шашлычек, киосков и таких вот других общепитов на территории Елизова. Я так и думал, что вы спросите. Я смотрел тот эфир и видел то обращение. Но я так тоже кратко постараюсь без воды, без демагоги. То обращение давайте обозначим, кого? Да, ну, Сергей Николаевич объявил, что у нас есть нестационарные объекты, за которыми должен Леонид Багратион следить. Я как бы четко здесь, знаете, вот просмотрел эту структуру. Она состоит из следующих позиций. У нас есть комиссия, которая отвечает за распределение, да, нестационарных объектов. Я в нее, в эту данную комиссию не вхожу. Там есть депутатов, несколько депутатов, они, знаете, как в роли консультантов, так скажем, находятся. И есть председатель комиссии. Это глава администрации Владислав Анатольевич Масло, глава администрации ЕГП, которого он как бенефициар, да, администрация является уже распорядителем. Порядителем его финальная подпись направляет тот или иной объект туда или иначе, да, в том или ином месте. И вот здесь то, о чем я раньше упоминал, вот и начинается деформация. А кто на самом-то деле должен определять, где находятся, где должны находиться те или иные объекты, там, общепита, магазины или чего-то другого строятся дома? Должны выбирать жители. Но каким образом? С помощью той избирательной системы, которая у нас установлена, они делегировали своих представителей, да, в собрании депутатов сегодня, это ЕГП. Так вот, в собрании депутатов, за ним должно быть конечное слово, где открывать ту или иную шашлычку, тот или иной, да, магазинчик по продаже хот-догов, и тогда, возможно, было бы меньше проблем, когда одни принимают решения, а другие их исполняют. А в данном случае, к сожалению, вот так у нас руки связаны здесь. И на этой позитивной ноте, ну, в кавычках, конечно же, мы завершаем нашу очередную рубрику «Накипело». Напомню, что в гостях у нас был временно исполняющий полномочия главы Елизова и председатель Совета депутатов Леонид Багратион. Спасибо, что были с нами. У нас впереди еще гигантское количество судебных процессов, я думаю, мы еще не раз увидимся. Будет о чем поговорить. Спасибо. Накипело